Если женщина совершила несколько абортов, есть ли у её души шанс на дальнейшую эволюцию? Что посоветовать ей делать? Поможет ли осознание своих ошибок? Первое, не ругайте себя. У всех в жизни были ошибки. У каждого из нас, и у меня, и у Григория, и у вас, есть свои скелеты в шкафу, так скажем. У меня абортов точно не было, сразу хочу признаться, ни одного. Но скелеты в шкафу есть у тебя? Нет, у меня шкаф настолько набит, что там скелет в неё не влезет. А это разве не скелет в шкафу, когда шкаф настолько набит, что там в основном одежда, и просто скелет чисто физически не влезет. Ну тогда ты у нас святой, и поясните нам ваше святейшество. Если женщина совершила несколько абортов, есть ли у её души шанс на дальнейшую эволюцию? Что посоветуете ей делать? Поможет ли осознание ошибок? Чем больше абортов, тем больше на ней висит сущность убитых детей. То есть с этими детей нужно спросить прощения, и помочь ему отсоединиться и уйти в тонкий мир. То есть можно ли им идти? Можно, но только просто на ней висит больше груз. Если женщина несколько раз сделала аборт, то нужно понять причину этих абортов. Да, и причина в первую очередь, она мировоззренническая. Прежде чем вы хотите завести ребёнка, вам нужно поменять своё мировоззрение, то есть себя гармонизировать. Прежде всего на духовно-нравственном плане. После этого можно провести определенные обряды, когда вас очистят души, которые на вас висят, неубитых детей, отправить в то место, где они будут жить. После чего можно завести детей, но после трёх абортов нужно очень сильно гармонизировать всё, что у вас было. Поскольку аборты – это не только на духовно-нравственном плане, но это ещё и они производят, кое-что, скажем так, ломают на тонкоэнергетическом плане. То есть это всё надо восстанавливать. И для этого нужно, соответственно, с Лоли Анатольевым раздельное питание, физическая нагрузка, правильное, то есть и ещё правильное мировоззрение, которое позволяет вас развивать гармонию, которое всё восстанавливает. Поэтому, конечно, можно. Вам это будет делать сложнее, чем другим. Если у вас большой потенциал по каким-то причинам, ну, например, по здоровью, у вас хорошая генетика, вам будет легче, да, если ваши предки были достойными людьми, но вы попали в какую-то очень сложную ситуацию, где вам свернули мозги, от чего и у вас были эти аборты, то вы, может быть, немножко легче, чем другие, где-то пройдёте. Начинаете путь, как говорится, изменений с того, что вы переосмыслите. Что такое есть аборт, что это плохо, что вы разрушаете себе и окружающих. Надо ещё помнить ту ситуацию, что под абор попадают те сущности, у которых обычно есть свои проблемы тоже. Притягиваются те, кто должны тоже пройти этот опыт, чтобы вам в будущем притягивали светлые души, которым не нужно умирать, чтобы очиститься. То есть у вас должен жить свет стремления к развитию, стремления к преображению, стремления к духовности, стремления к чистоте, то есть пробудить в себе доброту, ясномыслие, реализация этих качеств, возможности в будущем родить здорового ребёнка и не носить на себе этот груз, они будут реализованы. Но вам, как человеку, сделавшему три аборта, или кому-то из ваших знакомых, придётся выполнить большую работу. Прежде всего, это внутренняя работа, конечно. Благодарю Ваше Святейшество. Ваше Высокопреосвященство. Ваше Высокопреосвященство. Простите. Как надо спрашивать прощения? У кого? В моей духовной традиции прощения не спрашивают. Не спрашивают, да? То есть можно хулиганить. Не хулиганить, а когда к гердзанскому священнику приходит человек, который совершил ошибку, священник не просит его извиняться, а пытается показать ему суть его ошибки. Если человек готов это увидеть, и осмыслить, ему оказывается помощь. Если не готов, то его просто посылают. Подготовность человека меняться и признать свои ошибки. А само по себе просьба по прощению – это ритуал, который зачастую закрывает истинной суть человека. Сейчас очень много, например, про христианство, и люди просят прощения за все, что угодно, но при этом ничего не хотят себе менять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok